наконец-то жирные бабы ушли смогли снять наш фильм абсолютно гениальный фильм красивого благодатное место сколько фильмов здесь нет откуда собственно мы начали мы должны закончить когда-нибудь авторское кино или иначе арт-хаус авангард от массового кинематографа отличается довольно четко определенным набором характеристик например кажущаяся бессмысленность этот стакан с водой герой из массового кинематографа мог бы выпить а от героя арт-хауса наверняка начал бы лить воду между пальцев это символизировало бы безжалостную быстротечность времени в арт-хаусе не так важны пространственные временные и причинные связи а речь героев легко заменяет внутренний диалог хотя зачастую ее нет вообще вообще все происходящее может выглядеть довольно таки бредово но смысл есть в каждом эпизоде правда значение каждый режиссер и каждый зритель может вкладывать свое если бы можно было сказать словами я бы сказал словами но можно сказать так это отношение отчуждения отношения может быть конфликт конфликт с любовь и ненависть 24-летний режиссер андрей кузькин снял фильм по мотивам одной своей несчастливой любви этого кино вполне могло и не быть если бы чувства оказались взаимными внутренний конфликт и невозможность его разрешить для режиссеров жанра арт-хаус это топливо и катализатор творчества предмет авторского кино вполне может быть таким банальным как любовь но подачу может удивлять шокировать ставить в тупик кузькин полгода назад уехал из барнаула жить в санкт-петербург как говорит чтобы получить больший простор для творчества и вместе с тем найти себя столица края потенциал для самопознания исчерпала питер же с его атмосферой творческой интеллигенции просто таки рай для сомневающегося молодого человека просто рассуждение поиск поиск можно возможно отчасти для себя поиск я родился в 1988 году в 2010 году переехал в петербург 2013 году поступил в университет кино и телевидения на специальность режиссура игрового кино поэтому в ближайшие три дня буду снимать фильм ужасов бобры кто хочет присоединяйтесь сегодня идем нашему любимому дереву он туда он почти на тот берег ночью вот будет здорово захватим колдун с собой вопросы серьезно барнаул маленький питер но иногда говорят маленький питер серьезно ты вот был там и там я в питере не был врут подлецей смотрите вокруг как прекрасен барнаул каждую серую унылую ночь петербурге вспоминал проспект ленина свечечку родную фишковку ночной барнаул и от ничего красивее этот город ненавидит меня я ненавижу этот город город ненавидит меня поэтому тот фонарь под которыми стоял был тем самым единственным фонарем один-единственный фонарь нашли шлюх они с нами разговаривать наотрез отказались сказали да шлюхам не гоже разговаривать с двумя безработными дебилами мир прекрасен барнаул тоже прекрасен хоть и темно доброй ночи барнаульцы точнее те барнаульцы которые преодолевают в себе закоренелость и те кто еще борется с вирусом поражающим творческие функции мозга поколение сменяет поколение когда-нибудь для современных сотрудников полицейские будни станут воспоминанием а пока они те кто придет нам на смену снизу и вверх смотрят на нас на тех кто задает современный ритм сегодняшней жизни все девчонки в новую одессой впереди пойду пара мерзкай и сквозь смеет я и нету вода в обиду никого не дам в обиду никого не танцует вы все чертовы психи енин что вы здесь делаете то есть штабский в питере назревает революционная ситуация мы стоящим хрупский собираем колени для пролетариата вы чертов псих я не могу после этой фразы не ржать ты давай сначала ты наградите я спрыгнул сначала ты сначала ори я спрыгну потом я двадцать пять лет я спрыгнул с иглы я спрыгну не останавливайте меня я не хочу больше жить двадцать пять лет вот с этим отоларингитом как рот просидел в четырех стенах я не могу я не могу я уйду а не нарывайся на лифму ты морочил нас какого хрена позволяете себе Леонидович Токентонов разговаривать со мной постой я еще не закончил ты погубил мою жизнь по твоей милости я истребил уничтожил лучшие годы своей жизни я не жил не живу и даже умереть ты мне не позволил я схожу с ума товарищи я в отчаянии товарищи товарищи точно должно быть под музыку я постоянно влюбляюсь женщины это такие существа в которых надо влюбляться я боюсь я очень боюсь что она мне ответит да вдруг она мне ответит взаимностью что тогда что тогда будет она не пришла она не пришла она снова не пришла так ты говоришь Андрей мужчина не твоего типа да а почему потому что ничего не умеет делать своими руками потому что он пассивен как цапля на болоте уедет куда-нибудь далеко в Питер и думает где он как он там замерз простыл не выспался а так смотришь след заживает значит и Андрюшка растет у Алены случился приступ она не выдержала сдали нервы некоторое время она считала меня своим ребенком это было тяжелое зрелище что ты ко мне руки тянешь нам нужны дискурсивные практики правильно конечно правильно милый ты всегда должен со мной соглашаться это ведь ты сидишь на моих коленях правильно правильно Яночка верно говоришь ну как ты можешь этим спекулировать я не понимаю я не спекулирую я просто просвещаю всех ну идем нет ни курса на пяле на пяле Ань не переигрывай не смотри в камеру да я как серьезно снимаю ну что вас учить что ли таким простым вещам да 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 давай я никогда не играл такого я тоже представляете а не улыбайся представь что это Олен Де Лон хорошо спасибо я обожаю я и я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Сейчас мы привяжем к этому трупу балласт. Это разные тяжелые предметы. Вы, наверное, не знаете, что у разных трупов есть свой коэффициент тяжести. Для стариков, кстати, нужен вес тоже большой, примерно в пять раз превышающий массу тела, потому что у стариков кости пористые, разбухают тела и тоже всплывают наверх. Помимо зрителя жующего, зрителя тупого, есть еще зритель спящий. Но таких даже не нужно заранее убивать. Я прихожу в кинотеатр, высматриваю. Ну и долго ждать не надо. Десять минут и первый уже готов. Убивать не надо. На него просто надеваю мешок или какой-нибудь тряп. Веревка и на плечо. Так, все, прекрасный кадр. Настя, уходи, мотор. Боже мой. Если бы гладкое было, масло бы обмазать, оно бы скользило в доме этой. А то, блин, так лежит. Вы так похожи на какую-то демоническую свадьбу. Ты как в фате. Фата и платье так... И Андрей вмиг. Мертвая невеста. Да-да-да-да. Зомби. А как все-таки отличить хорошее кино от плохого? Плохое кино снимается из-за денег. А хорошее ради женщин. Ты думаешь, оператору нельзя спину воткнуть шпажку? Кино замордовали красотой до полусмерти. И с тех пор продолжают мордовать. Неужто это и есть предмет нашей гордости? Неужто к этому-то и подвели нас пресловутые сто лет? Внушать иллюзии с помощью эмоций? С помощью личностного свободного выбора художника? Пользу трюкачества? Как и никогда раньше приветствуется поверхностное кино и поверхностная игра? Результат – оскудение. Иллюзия чувств. Иллюзия любви. Знак борьбы мы водрузим влаг над Сталинградом. Сегодняшнее буйство технологического натиска приведет к экстремальной демократизации кино. Впервые кино может делать любой. Но чем более доступным становится средство массовой коммуникации, тем более важную роль играет его авангард. Не случайно термин «авангард» имеет военную коннотацию. Дисциплина – вот наш ответ. Надо одеть наши фильмы в униформу, потому что индивидуальный фильм – фильм упадочный по определению. По-моему, режиссер просто здесь не проделался на Андрея Кузькина. Ну и на кой вообще это нужно было снимать? По-моему, режиссер просто не может. Режиссер не может. Я бы сказал, что ты с больной головой, но здорово. Я не знаю. Это же будет успех, общественное признание. Я думаю, премьеру мы будем делать прямо здесь. Я думаю, что нужно сделать табуретки на досках. Туристическую зону. Конечно. Где вода-то вся? Куда она подевалась? Нет воды. Нет, фонд. Кто выпил? Андрей, ты куда? А как же общественное признание? Успех фильма? Продавшегося из... И превратившегося... Наконец-то я тебя размешу. Ну... Я так не знаю. Что? А, ну-ну. Ну что, давайте дальше? Давайте. Что дальше-то? Ну, веселиться.